Сюжет футболиста карьеры полностью вымышленный. Всякая сходность с реальными событиями является абсолютно случайным. Мой твич-канал, ссылочка, тоже есть в описании. Набираем 50 фолловеров и начинаем стримить там же. Но на ютубе, естественно, мы не прекращаем проводить стримы. Все, теперь уже можем начинать. Сегодня у нас месяц, февраль-март, на кону. Сегодня у нас первый матч в Лиге Чемпионов. Ну а пока что в Лиге у нас вот все хорошо, 8 очков лидерства. Ну и играем сейчас против Тулуза, который идет на седьмой строчке. И посмотрим на их голкипер, это важно. 66-й рейтинг, должны забивать сегодня. Пассажир против Тулуза, поехали. Итак, пассажир против Тулуза, матч чемпионата Франции. У нас хорошее преимущество даже над второй строчкой, поэтому я думаю, мы уже точно станем чемпионами Франции в этом сезоне. И хорошая передача на Неймара, это 1-0. 59-я минута, мы отдали, так я понимаю, предголевую передачу. И все, заканчивается на этом матч. Минимальная победа, благодаря голу Неймара, мы выиграем Тулузу. Итак, у нас все так же лидерство в 11 очков. Вроде как оно и было, если я ничего не путаю. Итак, сейчас у нас выездная игра против Ларьена, они идут ниже 10-й строчки, мы играем на выезде. И у них 66-й рейтинг у голкипера. Поехали. Итак, Ларьен против ПСЖ, выездная наша игра, посмотрим как. Отыграем теперь на выезде. И вот опасный момент, удар и это гол. 88-я минута, я надеюсь, там все было безофсайдно. Да, Мэдисон забивает. На последних минутах получилось очень хорошо здесь распасоваться. Ну и безофсайдно забивает Мэдисон. И моя голевая передача нам приносит победу, скорее всего. И все, заканчивается матч, минимальная победа. Мы отдаем голевую передачу на последних минутах. И побеждаем Ларьен на выезде. Оценка у меня 7-5, ну и Мэдисон игрок матча. У нас все так же 11 очков лидерства. Моя 12-я голевая передача в сезоне, 67-я в карьере. Итак, сейчас у нас игра против Монако, они идут на 4-й строчке. Ну и теперь у нас домашняя игра. И у них в воротах Миранг 73-й рейтинг. Головина что-то я не вижу в составе, где он. Либо продали, либо что. Ну вот Бен Едер в составе почему-то. 76-й рейтинг, правда у него, ну не суть. Головина может быть действительно продали. Поехали. Итак, пассажир против Монако. Домашняя у нас игра. В первом, так сказать, круге мы обыграли вроде Монако со счетом 2-0. Я забил гол и отдал голевую передачу, если я ничего не путаю. Но посмотрим, как у нас сложится домашняя игра. Хороший перевод на Кейлини. Так, Неймар. И пробивает Неймара эта голевая. Сразу же на седьмой минуте отдаем голевую передачу на Неймара. Супер. И сравнивает. И именно Бен Едер с рейтингом 7-6, про которого я говорил, он забивает. Отлично. У меня увидел Кейлини. Пошла подача. И это дубль мой голевыми передачами. Кричен Роналду забивает на 42-й минуте. Отлично. Здесь пронесли мяч. Штрафную занесли. И подали на Кричен Роналду. И все. Победа 2-1. Две мои голевые передачи приносят нам победу. Пока что в этом выпуске не получается забить. Но только ассистеры сдаем. Но это их плюс. Сейчас в ассистентах в списках нужно повыше подниматься. Так. Все так же 11 очков лидерства. 14-я голевая передача в сезоне. 69-я в карьере. И, кстати, я вижу, что мы прокачали левого полузащитника теперь. Так, нам приходит сообщение. Да, мы прокачали левого полузащитника. Идем дальше на тренировку. Так, ну я бы теперь правого действительно прокачал. Все вот так вот потихонечку вниз и пойдем. До вратаря мы уж точно с вами дойдем. Поэтому, кто хотел там карьеру за вратаря, может быть, в карьере за игрока мы когда-нибудь да и сыграем на каждой позиции. Мне кажется, я это сделаю. Уже под конец, когда смысла не будет. Нам уже там будет под 30 лет. Мы будем играть с вами на каждой позиции ради интереса. Итак, сейчас у нас игра против Монт-Пелье. Они идут ниже 10-й строчки. На удивление. Так, вот такой у них состав. 69-й голкипер. Мы на выезде. Поехали. Итак, мы начинаем. Монт-Пелье против Пассажа. И! И это 1-0. 88-я минута. Как я сейчас вот его просто увидел. Кто такой вообще? Хуан Бернат. Забивает. И снова я выдаю голевую на последних минутах. Вы просто посмотрите. И не глядя. Спиной вообще стоял и отдал. Замечательно. 88-я минута. Снова вроде Мэдисон тоже на 88-й забивал. Когда я голевую отдавал. Поэтому пока что у нас сегодня выпуск голевых передач. Все. Минимальная победа на выезде. Опять благодаря моему результативному действию мы выигрываем. Выигрываем. Четвертая моя вроде как голевая передача. И у нас теперь уже лидерство в 14 очков. Я так понимаю Марсель опять проиграли. Моя 15-я голевая передача в сезоне. 70-я в карьере. Итак, сейчас у нас матч в Лиге Чемпионов. Мы играем домашнюю игру против МЮ. Нам ни в коем случае нельзя пропускать. Будем. Скорее всего я бы отыгрывал этот матч чисто от обороны. Хотя у них Бауман на воротах. 76-й рейтинг. ДХ на скамейке. Вообще резервистов. Так что вот такой вот у них состав. Причем я никто не отрицает, что в будущем могу поиграть в Манчестер Юнальдер. Поэтому пассажир МЮ. Поехали. Итак, пассажир МЮ. 1-8 лиги чемпионов. Мы с МЮ встречались в первом сезоне. В Ювентусе. Когда еще играли. В четвертьфинале нам попался МЮ. И тогда я вроде 2 мяча забил. Или 1, не помню. Там Роналду в общем в двух матчах хэт-трик забил МЮ в сумме. 3 мяча. Вот. Но я забивал Манчестеру на выезде. Поэтому сейчас у нас вообще игра. Доходит передача. Удар. Это Буол. И это Пабло Сараби забивает. Опять моя голевая передача. Теперь только в Лиге чемпионов уже. Шикарно. И мы пропускаем. Я думал вот такая шляпа не залетит. Но Решерд забивает. И все. Ничья. Со счетом 1-1. Хоть голевую мы и отдали. Видите. Даже ни одного удара в створ не нанесся МЮ. Но Решерд еще и получает игрокам матча. Ли проходит Атлетика. Пока что в первом матче Аякс проходит Брюгге. Спартак обыгрывает Порту. Барселона проходит Интер. Бавария проходит Ливерпуль. Мы играем в ничью с МЮ. Реал обыгрывает Челси на выезде. Сити выигрывает Фенербахче. 16-я голевая моя передача в сезоне. 71-я в карьере уже. Так. Мы сегодня в старте. У нас игра против Ниццы. Итак, домашняя наша игра. 34 очка Лидерс у нас над Ниццей. Хотя в Суперкубке мы им вообще проиграли. Так что на тот момент не было у нас ни Облака, ни Кочено Роналду вроде. Поэтому посмотрим, как сыграем против них в чемпионате. Итак, ПСЖ Ницца. Матч чемпионата Франции. Поехали. И пробиваем. И это гол. 18-я минута. Наконец-то у меня получил забить гол в сегодняшнем выпуске. 1-0. И все. Минимальная победа над Ниццей. Я забил гол на 18-й минуте. Он стал решающим. Победным. И оценка у меня 7-5. Итак. У нас 14 очков лидерства. Все так же и осталось после прошлого тура. 30-й гол в сезоне. 120-й гол в карьере. Замечательно. Итак. Сейчас у нас интересный матч. Первая строчка играет против 3-й. Причем мы играем сейчас на выезде. У нас 23 очка лидерства над 3-й строчкой. Вообще что-то невероятное. Антони Лопеш на воротах у Леона. У них Бензема вернулся. Вот это вот вообще классно. Ну и Гарнер. Это я вроде мы уже играли. Потому что я Гарнеров сразу вспомнил. Ну и Бензема очень шикарно выглядит в форме Леона. Поехали. Итак. Леон сегодня принимает ПСЖ. Первая строчка играет против 3-й. Первая уже вряд ли что-то поможет взять... Точнее помешает взять чемпионство. Вот. Поэтому сейчас будет чисто борьба, наверное, для... Важнее для Леона. Ну и Роналду забивает уже на 5-й минуте. С моей голевой передачи. Отлично. Мне кажется, у нас это самая легкая карьера. Ну и самый легкий сезон тоже можно сказать. Хотя вылетели из Кубка Франции. Вот это вот вообще обидно. Поэтому если мы сейчас еще из Лиги Чемпионов вылетим, будет вообще обидно. И 1-1. Леон забивает штрафной. Это, да, Бертран Трорре. И все. Потеря наших очков. В Лиге Чемпионов мы сыграли тоже ничего 1-1. И вот сейчас еще и в чемпионате с третьей строчкой. Но все-таки это выездная игра. Хоть мы и первые забили. Голевую отдали на Криштиану Роналду. Итак, у нас... Откуда-то 15 очков лидерства появилось. Я так понимаю, Марсель опять проиграл свою игру. Вот. 17-я голевая передача в сезоне. 72-я в карьере. Супер. Так, сегодня мы играем в старте. У нас матч против Бордо. Домашний. Но они идут ниже 10-й строчке. Глянем на их голкипера. 73-й рейтинг. Неплохо. Посмотрим, что из этого выйдет. Формы немножечко схожи. Вот так вот будет уже получше. Поехали. Так, неплохо. Удары это гол. 35-я минута. Мы забиваем ворота Бордо. Супер. И все. Минимальная победа над Бордо дома. Благодаря единственному забитому мячу. Сегодня у меня оценка 7,5. Но у нас уже лидерство в 17 очков. Замечательно. 31-й гол в сезоне. 121-й гол в карьере. Мне пишут про какую-то травму, что я вроде как получил. Вы серьезно? И мне сказали, я выйду в марте. Но не написали, когда. Ну, у нас выпуск заканчивается в марте. Мы все равно вот. Но у нас два матча. Сейчас вот Лига Чемпионов. Ответный матч против МЮ. Я не знаю, попаду ли я на него или нет. Сообщение. Не разрешают нам играть. То есть сейчас мы можем вылететь с вами, ребята, из Лиги Чемпионов. За то, что я получил как-то так травму. Ну, выездная игра. Я просто сейчас... Ну, симуляция, естественно. И мы проигрываем. Мы проигрываем в 1-й восьмой Лиге Чемпионов Манчестеру Юнайтеду. Они нас обыграли 1-0 на своем стадионе уже получается. Вот. И они проходят дальше. Дальше проходят Лиль. Даже Лиль. Атлетика прошли. Аякс, Спартак, Барселона, Бавария. МЮ дальше проходит Челси прошли. И Манчестер Сиди. Так что мы вылетаем с вами из Лиги Чемпионов. Из-за моей вот этой травмы. Из-за того, что я не смог сыграть. А если бы я смог сыграть, я не уверен, конечно, что мы прошли бы в любом случае на 100%. Но побороться я бы, надеюсь, смог. И почему вот сейчас вы посмотрите. Мы смирились. Хорев, игрокуб БСЖ, говорил в полголоса. Давай следующий комментарий. Турнир для нас в прошлом. Мы знаем, и это и смирились с этим итогом. Почему меня сейчас показали, что ко мне подходит это Уильямс вроде. И показывает, ну, как бы успокаивает меня. Хотя меня даже на поле не было. Что это за фигня? Откуда-то травма взялась. И меня не берут. Да, все, мы заканчиваем на этом. Меня не берут на матч еще против Марселя. Мы сыграли еще в ничью с ними 2-2. Замечательно. Но у нас 17 очков все так же и лидерство. Ну, замечательно. На этом мы и заканчиваем вот так вот. Хотя я хотел два этих матча последних действительно отыграть. Но все. Вот так вот. В следующем выпуске у нас конец шестого сезона уже получается. Апрель и май. Но здесь мы уже будем до конца бороться в чемпионате Франции. Напишите, ребята, обязательно в этом выпуске, куда вы хотите, чтобы я перешел. Или все-таки стоит еще на сезон остаться в ПСЖ. Это постараться выиграть Лигу чемпионов. Потому что сейчас просто из-за тупой какой-то ошибки, из-за моей травмы меня не взяли. Вот. Врачи дают добро. Я прокачал правого полузащитника. Давайте я новую поставлю. Будни. Теперь мы там центральными какими-нибудь, да. Теперь уже центрального полузащитника качаем. Так что, ребят. Всем спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые ролики и стримы, которые у нас выходят в сам не знаю в какое время. Действительно, просто поставьте колокольчик. В любой день абсолютно может быть стрим. Даже в будни. С вами был Андрей. Канал Футбол. Это Жить. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Продолжение следует.